Добрый вечер! В эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главное событие дня. Первая рабочая неделя Нового года. Как отдохнули и с каким настроением влились в рабочий процесс красноярцы? В Казахстане сегодня день траура по погибшим во время массовых акций протестов. Почему начались беспорядки и как мирные протестующие превратились в террористов? Вот честно, я сейчас в рожу плюну. Вот честно. А вот я тебе плюну или скину запах. 10 миллионов просмотров в Ютьюбе. Почему интервью с блогером-миллионершей вызвало такой резонанс? Днем столбики термометров не будут опускаться ниже 16-19 градусов. Вместе с праздниками уходит и тепло. Какие прогнозы делают синоптики на ближайшую неделю? В Красноярске началась и не только в Красноярске началась рабочая неделя, но праздники закончились еще не все. Грядет крещение и сегодня выяснилось, что в Красноярске отменили крещенские купания. И как рассказали в епархии Русской Православной Церкви, такое решение принято из-за коронавирусных ограничений. При этом в районах края купания на крещение пройдут, но список мест публиковать не будут, чтобы не допустить массового скопления людей. Расположение Иордании будут знать только местные жители. Ранее главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев призвал красноярцев воздержаться от купания на крещение. По его словам, в регионе по-прежнему сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Есть риск, что вместе с завершением новогодних праздников ситуация с ковидом может ухудшиться. Горяев рекомендовал красноярцам избегать мест массового скопления людей во время праздников. Напомню, в краевой полиции предупредили красноярцев, что за купания в неположенных местах нарушителям грозят штрафы. Добавлю, что в прошлом году крещенские купания в Красноярске также отменили из-за коронавирусных ограничений. Жители Мотыгинского района вынуждены перебираться через Ангару на судне с открытой палубой в 30-ти градусные морозы. В редакцию новостей ТВК написали сразу несколько жителей северного района. 6 января они возвращались из Красноярска в Мотыгино, и чтобы перебраться с левого берега Ангары на правый, жители воспользовались так называемым хивусом, судном на воздушной подушке. Однако вместо крытых хивусов предприниматели предложили людям сидеть на креслах на открытой палубе. В это время на реке дул сильный ветер, стоял 30-ти градусный мороз. Многие, кто оказался на палубе, возвращались из Красноярска с детьми из больницы. По словам местных жителей, ледовые переправы через Ангару, так называемые «зимники» еще не готовы, а хивусы остаются единственным средством перебраться через реку. Есть еще самолет, однако летает он только раз в две недели. Местные жители боятся, что рано или поздно такой способ может привести к трагедии. Это небезопасно. Во-первых, зимой, ну и скользко. Где-то кто-то подскользнется, я не знаю, можно упасть с этой палубы. Во-первых, там и дует, и от движения, и обморожение какое-то, это просто до костей мозга. Вы представляете, река незамерзшая, вода, часть реки замерзла, часть там порядка метров 250-300. Просто вода, просто течение. Пассажиры говорят, на подобных хивусах с открытой палубой можно проводить экскурсии по летней Ангаре, но никак не перевозить людей в такие морозы. В районной администрации новостям ТВК пояснили, что открытые хивусы были временным вариантом и больше на переправе использоваться не будут. Каникулы подошли к концу, и тепло, похоже, из Красноярска тоже уходит вместе с праздниками. На этой неделе в город придет похолодание. На Старый Новый год в гидрометцентре и вовсе пообещали минус 30. Какая погода ждет красноярцев в ближайшие 7 дней, знает Игорь Шишкин. Первый рабочий день в новом году порадовал нас довольно комфортной температурой. Сегодня в Красноярске было 4 градуса ниже 0, утром светило солнце. На протяжении дня синоптики фиксировали порывы ветра до 18 метров в секунду, прошел небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до минус 14. Однако зима продолжается, и на этой неделе в Красноярске похолодает. Во вторник, 11 января, днем будет облачно с прояснениями, синоптики обещают уже до 10 градусов мороза. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Ночью прогнозируется небольшой снег и минус 15. Температура продолжит понижаться и 12 января. В среду днем, по данным синоптиков, будет минус 10 без осадков. Ночью столбики термометров резко опустятся до минус 24, возможно, небольшой снег. В четверг, 13 января, будет морозно, синоптики обещают днем минус 19 градусов и солнечную погоду. Ночью, в Старый Новый Год, термометры вновь покажут 24 градуса ниже нуля. Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в новогоднюю ночь по старому стилю календаря может быть еще холоднее и температура упадет до минус 30. С 14 января, по прогнозу Гидрометцентра, температура в Красноярске постепенно будет расти. В пятницу днем будет минус 16 и облачно. Ночью с пятницы на субботу минус 20. На выходных красноярцев и вовсе ждут температурные качели. Днем 15 января синоптики прогнозируют минус 14. Ночью, субботой, на воскресенье, по данным Гидрометцентра, будет 13 градусов ниже нуля. А уже днем воскресенье после похолодания снова вернется тепло. Установится комфортная температура в минус 5 градусов. Если же говорить по предварительный прогноз на вторую половину января, то затяжные 30-градусные морозы красноярцам пока не грозят. Днем столбики термометров не будут опускаться ниже 16-19 градусов. При этом на крещение 19 января обещают всего минус 4 градуса. Но это, конечно, предварительный прогноз. Но подробный прогноз на третью неделю января смотрите, как и всегда, в следующий понедельник. Игорь Шишкин, Владимир Антонов, Новости ТВК. Прокуратура Лесосибирска и Следственный комитет проведут проверку в больнице, где скончался 56-летний пациент. Все из-за публикации видео с застолья медиков. Его сняла жена погибшего. На кадрах, снятых в день гибели пациента, видно, как врачи сидят за столом, общаются, выпивают, не замечая, что их снимают. Женщина обвиняет сотрудников больницы в халатности. Она считает, что медики отмечали праздники вместо того, чтобы помогать пациентам. Напомню, 56-летний Сергей Ромашов поступил в больницу 25 декабря из-за проблем с кишечником. Ему провели несколько операций. Родственники беспокоились за его здоровье и постоянно звонили в больницу. Но выяснить подробности не получалось. Врачи лишь говорили, что он в тяжелом состоянии. Но, по словам родственников, больному становилось только хуже. В Краевом Минздраве смерть пациента с застольем медиков пока не связывают. В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям врачей. За повторное нарушение правил дорожного движения водителям теперь может грозить тюрьма. Сегодня в России вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность для злостных нарушителей правил дорожного движения. До трех лет лишения свободы можно получить за неоднократный выезд на встречную полосу и превышение скорости больше, чем на 60 км в час. Чтобы получить обвинение по уголовной статье, достаточно трижды совершить эти нарушения. Помимо срока лишения свободы, лихачи могут получить денежный штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Либо в размере зарплаты за период от двух до трех лет. Кроме того, до двух лет колонии могут также получить водители, которых поймали за рулем после лишения прав. В Казахстане сегодня день траура по погибшим во время массовых акций протеста. Президент республики рассказал о 16 убитых силовиках. Сколько погибло мирных жителей и протестующих власти пока не подсчитали. Глава Казахстана Касымжамат Такаев сегодня вновь заявил, что его страна подверглась нападению террористов извне. По его мнению, в государстве восстановлен порядок, но войска, организации договора коллективной безопасности, в том числе и российские, пока выводить не будут. Почему вспыхнул Казахстан и как мирные протестующие превратились в террористов, расскажет Виталий Поляков. Он сейчас в студии. Виталий, а что говорят эксперты? Оля, привет. Эксперты говорят о том, что пока рано ставить точку в этом казахстанском конфликте. Самые свежие новости из Алматы говорят о том, что на улицах продолжается стрельба. И что будет с митингами и протестами в дальнейшем, пока не ясно. Ну а начались вот эти массовые выступления еще 2 января. В западных областях Казахстана на улицы вышли люди требовать снижения цен на жиженный газ, который незадолго до этого подорожал в два раза. Протесты моментально перекинулись почти на всю страну. И экономические требования трансформировались в политические. Шалки, откричали люди на казахском. Старик, уходи. В Казахстане в последнее время власти возделывают культ личности Нурсултана Назарбаева. Его именем называют улицы, парки, переименовали столицу. Ставили памятники, а протестующие их начали сносить. Назарбаев в глазах казахов виновник бедности, неустроенности жизни. Его обвиняют в разворовывании богатства страны и коррупции. В Астахши, причем было так много, что полицейские не смогли их сдерживать, ну или переходили на сторону людей. Астахстан! 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 Поначалу президент Казахстана Акасым Жармат-Такаев, казалось, выполняет требования людей. Власти снизили цены на газ в отставку с поста руководителя Совета о безопасности. Ушел Назарбаев, который по Конституции мог пожизненно занимать эту должность. Но казахстанцы не остановились. Они захватывали и жгли административные здания, машины полиции, а власти не могли им противостоять. Силовики разбежались, и люди начали грабить банки и магазины. 7 января Акасов внезапно заявил, что органы правопорядка будут стрелять на поражение по протестующим. А за митингами стоят якобы террористы, которые проникли в страну извне. Сегодня на встрече лидеров стран Организации договора коллективной безопасности от ДКБ он повторил, на страну напали подготовленные боевики. Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана. Мы видели скопление боевиков вокруг резиденции президента. По сути, это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами. Ну и верно, и Такаеву силовики действительно стреляли на поражение по всем протестующим. Власти Казахстана до сих пор не посчитали число погибших. Ранее Минздрав страны назвал цифру 164 убитых, а затем в министерстве заявили, что эта публикация стала результатом технической ошибки. Такаев написал в соцсетях, что в страну прибыло 20 тысяч боевиков, в основном в Алматы, а затем это сообщение администрации удалило. Публики не показали ни одного террориста. Киргиза Викрама Рузахунова, которого пытались выдать за наемника, он оказался джазовым музыкантом и продюсером. Его уже отпустили. Родственники предполагают, что джазмен оговорил себя под пытками. Первого числа со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге. Предложили 90 тысяч тенге. Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Ну и где эти орды террористов сейчас, непонятно. В ходе протестов задержаны 8 тысяч человек. У них изъято всего 116 единиц оружия. Не похоже на подготовленных и вооруженных до зубов боевиков. Ни одна террористическая группировка ответственность за вторжение не взяла. И во внешние силы не верит, похоже, даже лидер Беларуси Александр Лукашенко. Кроме внешних причин, у нас они явно были видны. В Казахстане сейчас не очень. Президент Казахстана пытается докопаться все-таки до сути. Я уверен, что он это сделает. Но мы, исходя из того, что было в Беларуси, не забываем о том, что были и внутренние причины. Точно так и в других республиках. Политологи расходятся в оценке причин погромов и разгула мародерства. Одни считают, что власти сами организовали группы боевиков, чтобы развязать себе руки и расстрелять протест. Другие, что произошла разборка элит. И не все изначально ставили на Такаева. Есть версия, что митингующие просто были опьянены вседозвольностью и вымещали гнев. В любом случае, политологи в этом сходятся. Введение войск от ДКБ, в основном российских, помогло Такаеву и позволило ему сконцентрировать силы на подавлении протестов. Путин сегодня вновь поддержал действия Такаева. Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела нашей государства. Я здесь согласен с Александром Игоревичем. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций. Ну и сейчас часть казахстанцев называют войска ОДКБ оккупантами, а Такаева предателем, поскольку он фактически сохранил власть только благодаря иностранным штыкам. Ну и люди, конечно, возмущены, что их теперь считают бандитами и террористами. Самые светлые наши головы убежали за границу. Почему? Потому что нет здесь жития. Но когда он сказал, что он воюет против бандитов, он назвал нас бандитами, против террористов. Мы не бандиты, мы не террористы, мы сами участники этого митинга. Всему миру распространите, что в нашем Казахстане процветает коррупция. У нас Казахстан превратился в частные предприятия Назарбаевых. Политолог Абаз Галямов считает, что россияне отчасти сочувствуют протестующим казахстанцам. Опросы у нас также показывают недовольство ростом цен, тарифов, коррупции. С другой стороны, усиление влияния России в Казахстане многие приветствуют, видя в этом начало реставрации прежней империи Советского Союза. Если в Казахстане не начнется полномасштабная гражданская война между противниками и сторонниками Такаева, если в Россию не пойдут гробы этих самых миротворцев, то российское общественное мнение, скорее всего, про происшедшее быстро забудет, через 2-3 недели, через месяц уже и не вспомнит. Все-таки вопросов по Казахстану остается немало. Например, где сейчас Нурсултан Назарбаев? По официальным данным, он сейчас в столице, которая названа его именем, и вместе с президентом работает над подавлением протестов. Но его ни разу не показали на публику, он не выступал с публичными заявлениями. И слухи его регулярно отправляли в бегство в Китай, в Арабские Эмираты, в Москву. Но непонятно фактически, где он сейчас. И сегодня также стало понятно, что и российские войска из Казахстана выводить не планируют, хотя Такаев заявил, что порядок в стране восстановлен. Непонятно, зачем тогда сейчас там войска ОДКБ и войска России. Оля, на этом у меня все. Ну что, спасибо. Хочу дополнить, по крайней мере, у России там есть Байконур, например. Виталий Поляков только что рассказал о хронологии событий, массовых протестов и трагических событий в Казахстане. Сейчас мы прервемся на короткие анонсы рекламы. И напомню, что у нас есть и новый аккаунт в Инстаграм ТВК Ньюз. Подписывайтесь. И там ведь ТВК – это не только ТВ. 388 раз за 10 дней. Аварийные бригады выезжали на ликвидацию мусорных пробок. Красноярцы побили антирекорд по количеству засоров канализации. Чем так прославилась блогер Блиновская, почему ее интервью посмотрели 10 миллионов раз. Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 200-00-65. И мы продолжаем выпуск. 7 обморожений и почти полторы тысячи звонков. В БСМП подвели итоги новогодних каникул. Всего во время праздников за медицинской помощью в больницу обратились около 2000 человек. Из них госпитализировали 652 красноярца с бытовыми и дорожными травмами. И травмами, полученными во время активного отдыха. Свои итоги подвели и коммунальщики. За январские каникулы из Красноярска вывезли 50 камазов мусора. Усиленно работали во время выходных дорожные службы. За 10 дней с городских дорог убрали 5000 грузовиков снега. Особое внимание уделили уборке улиц возле городских елок, на тротуарах и автобусных остановках. Основной акцент был на именно патрульное прометание. И применяли разные виды техники. В снегопад дополнительные КДМки, коммунированные дорожные машины выводили. То есть дополнительный состав пересаживался на эти сложные машины. И, например, на таких узких дорогах, как дорога на сопку, например, выезд из города в районе плодово-ягодной станции, там, где обочина, там шинокороторные механизмы применяли. Все достаточно ударно потрудились. Ну и, конечно, сейчас уже все пудничные режимы работы перешли. И, в принципе, около 250 единиц техники. Точно так же, как и в праздники, будет выходить и бригада ручного труда по мере необходимости. Не прекращали свою работу во время праздников и экстренные службы. Красноярские пожарные за 10 дней каникул приняли больше 1300 вызовов, потушили 200 пожаров и спасли из огня вместе с добровольцами 15 человек. Инспекторы ДПС во время новогодних каникул задержали на дорогах Красноярска 136 пьяных водителей. 26 из них сели за руль нетрезвыми повторно. О том, как город провел новогодние каникулы, хорошо знают работники водоканала. На выходных красноярцы побили антирекорд по количеству засоров канализации. 388 раз за 10 дней аварийные бригады выезжали на ликвидацию мусорных пробок. Среди смытого мусора коммунальщики обнаружили даже мишуру и остатки новогодних салатов. Серьезная авария произошла в микрорайоне Слобода-Весны. На улице 78-й добровольческой бригады сточные воды затопили дорогу. Все из-за засора канализационно-насосной станции. Она четыре раза забивалась твердыми бытовыми отходами, которые красноярцы смывают в унитаз. Коммунальщики рассказали, что за последний день праздников жители микрорайона смыли больше 300 килограммов мусора. Еще один засор произошел на улице Алексеева, 50. Там из-за неисправности канализации затопило подземный паркинг. Парковка под домом Алексеева, 50. Все клещет, да? Сейчас все аварии полностью устранили. В Краскоме напоминают красноярцам о том, что в унитаз нельзя смывать твердые бытовые отходы. В том числе остатки еды, средства личной гигиены и текстильные изделия. Что касается коронавируса, то в новогоднем празднике заболеваемость неожиданно пошла на спад. С 1 января количество заболевших в день снизилось почти на 200 человек. Кроме того, в Минздраве отмечают, что разгрузился и коечный фонд. Сейчас он занят на 67%. Однако эксперты предупреждают, с окончанием новогодних праздников ожидается очередной подъем заболеваемости коронавирусом. К слову, все чаще люди обращаются к врачам с постковидным синдромом, говорят и в Роспотребнадзоре. Таких пациентов беспокоит одышка, утомляемость, потеря вкуса и обоняние, раздражительность и расстройство пищеварения. Специалисты отмечают, что постковидный синдром – официальный диагноз. Болезнь может длиться 6 месяцев и больше. И чаще всего наблюдается у тех пациентов, которые перенесли ковид в тяжелой форме. А теперь перейдем к свежей статистике. За последние сутки в Красноярском крае положительный ПЦР-тест получили 235 человек. 102 из них в Красноярске. Выписались из больниц 290 человек. Не справились с болезнью 25 жителей края. В целом, по России количество заболевших также снижается. За минувшие 24 часа коронавирусом заразились почти 16 тысяч человек. Около 20 тысяч выздоровели. Скончался 741 житель страны. А вот заболеваемость туберкулезом в Красноярском крае продолжает снижаться из-за антиковидных ограничений. Об этом рассказали в региональном противотуберкулезном диспансере. По данным медиков за 9 месяцев 2021 года в крае выявили 1014 новых случаев туберкулеза. Примерно столько же заболевших было в 2020. Медики отмечают, что в допандемийный 2019 год новых случаев было на 500 больше, чем сейчас. Эксперты объясняют, заметно сократил распространение туберкулеза масочный режим. Ведь почти в 96% случаев это заболевание распространяется воздушно-капельным путем. Ситуация, когда в 2020 году резко снизилась заболеваемость по сравнению с 2019 годом, когда она была 63 на 100 тысяч населения. То есть в абсолютных цифрах это почти на 500 человек меньше заболело в течение 2020 года. Не повторилось. Ну, во-первых, ситуация 2020 года, все мы знаем, что в связи с резким введением ограничительных мероприятий, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, конечно, сыграла свою роль. Такое резкое снижение числа заболевших медики наблюдают не только в Красноярском крае, но и по всей стране. Краевые специалисты отметили, что в регионе также незначительно снизилось число профилактических осмотров на туберкулез, таких как манту и флюорография. Одной из самых обсуждаемых тем на новогодних праздниках стало скандальное интервью тренера личностного роста, миллионерши Елены Блиновской. Полуторачасовое интервью на своем YouTube-канале выложила журналист Ксения Собчак. За неделю ролик собрал почти 10 миллионов просмотров и 100 тысяч комментариев. В сети отметили, что в интервью вместо позитивно мыслящего человека и духовного гуру, которым себя позиционирует Блиновская, они увидели раздраженного и психически нестабильного человека. Так, например, на острые вопросы от журналистки Блиновская реагировала агрессивно, угрожала Собчак, что плюнет ей в лицо или сбросит в реку. За этой историей следил мой коллега Дмитрий Шхузин, он сейчас в студии. Дима, почему интервью вызвало такой большой интерес в сети? Оля, ну массовый интерес в Блиновской проснулся у людей, если не говорить про участников ее марафона, еще летом прошлого года. Тогда девушка отметила свой день рождения на Алтае за 118 миллионов рублей. Сумма крупная даже по меркам российского шоу-бизнеса. Поздравить Елену приехали Киркоров, Лобода, Нюша, группа Звери, а вели праздник Ургант и Собчак. Собственно, после дня рождения Ксения и записала скандальное интервью, которое только за неделю собрало уже 10 миллионов просмотров. Стоит рассказать, кто вообще такая-то Елена Блиновская. Если кратко, она блогер из Инстаграма и зарабатывает деньги на марафоне желаний. Это что-то вроде психологического тренинга личностного роста, но состоит он не из лекций и семинаров, а из десятков записанных ей уже голосовых сообщений. Большинство вопросов от Собчак касались именно этого курса. Блиновская очень резко реагировала на слова журналистки про марафон желаний, по мнению комментаторов, вела себя по-хамски. Вот отрывок, в котором Собчак усомнилась, что присылать людям голосовые сообщения – это странный способ заставить верить в себя. Получается, что массам смс-ки, а вот крутой специалист, может, подписчики посмотрят. Что ты сказала? Массам смс-ки. Что значит массам смс-ки? В смысле что? Это сейчас, вот честно, я сейчас в рожи плюну. Вот честно. Не плевайтесь, не надо. А вот я тебе плюну или скину за бак. Потому что сейчас жестко обесцениваешь мой продукт. Массам смс-ки, а ты там к какому-то гуру ходишь. А ты с чего это взяла? Здесь стоит пояснить зрителям, что весь курс Блиновской «Марафон желаний» стоимостью 4,5 тысячи рублей – это лишь десятки голосовых сообщений длиною по в среднем 8-10 минут. В них вас попросят выбросить старые вещи из дома, почистить заметки в телефоне или удалить, например, старые контакты и написать все свои желания на листочке. Сочек спросила Блиновскую. Не кажется ли ей, что она пользуется людьми, которые в отчаянии пытаются изменить в своей жизни хоть что-то? Но конкретного ответа так и не прозвучало. Вообще, в ответ на многие острые вопросы Блиновская тактично умалчивала, что также отметили в сети. Апогеем странности интервью в сети считают случайную встречу ночью на берегу реки Блиновской с ее подписчицей, которая очень хотела забеременеть, и все получилось, по ее словам, только после покупки ее «Марафона желаний». Предлагаю посмотреть этот отрывок. В комментариях к интервью эту случайную встречу уже окрестили плохой актерской игрой. и желанием выдать желаемое за действительное. Были и те, кто поддерживал Блиновскую. Люди пишут, насколько она была естественна и правильно отстаивала личные границы перед Собчак. Однако все же большая часть мнений свелась к тому, что Блиновская собственноручно разрушила свой образ. «В рожу плюну». Слова просветленной, сердечной, доброй феи. Елена, вы как никто должны знать и понимать, что по-настоящему осознанный человек такого не скажет. Экономист, который плавает в цифрах, и психолог, который срывается на собеседника. Все, что нужно знать о Блиновской. На своем курсе такая серьезная, уверенная, а здесь неврастичка. Ей самой надо пройти свой курс. Справедливости ради стоит отметить, что вот эта очистка сообщений в телефоне, контактов или, например, написание своих целей на листочке или желание, это, в общем-то, все, что предлагает Блиновская, все это действительно может помочь вам чувствовать себя лучше. Однако это не изобретение Блиновской. О таких практиках писали многие психологи. Об этом есть тысяча книг в интернете, в бесплатном доступе. Но, несмотря на это, люди все равно покупают такие курсы, ведь они думают, что это самый простой способ изменить свою жизнь к лучшему, не прилагая особых усилий. Дело в том, что хочется, ничего не делая, что-то получить. Но вот это нужно понимать, что акт отдачи денег – это уже действие. То есть вы совершаете то, что должно быть, грубо говоря, то есть вы отдаете свои крупнозаработные для того, чтобы приобрести не мечту. А что касается марафонов желаний, это, как ни странно, вот из вырезок Собчак я посмотрела, это вырезки очень многих учебников по проектированию, которые писали действительно очень умные люди. Просто вырезаны крайне скупые части, которые связаны, например, в частности, с целью полагания, с правильной постановкой цели, с правильной постановкой задач и так далее. К слову, после скандального интервью Блиновская заявила, что ее марафон желаний с голосовыми сообщениями за 4,5 тысяч рублей закрывается навсегда. Однако вряд ли девушка изменила свой стиль жизни. Уже сегодня она рассказала, что запустила путь желаний, где каждый может выучиться на духовного наставника всего за 150 тысяч рублей. У меня на этом все. Оля? Ставки растут. Спасибо, Дмитрий. Это был Дмитрий Ишхозин. Он рассказал о феномене Елены Блиновской, которая делает марафон желаний в Инстаграме. Он рассказал, это интервью сделала Ксения Собчак. Если вы пропустили этот материал или хотите поделиться им с друзьями в соцсетях, заходите на YouTube канал ТВК, подписывайтесь и следите за нашими новостями. Напомню, что у нас есть и новый аккаунт в Инстаграм ТВК, нижнее подчеркивание Ньюс. Подписывайтесь и там, ведь ТВК – это не только ТВ. Вернул украденную елку и извинился. Раскаяние похитителя новогоднего дерева. Героиня рубрики «Дорогие мои земляки» сегодня – учредитель и председатель благотворительного фонда социальной помощи и реабилитации «Феникс» Татьяна Станкевич. Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 2000065. И мы продолжаем выпуск. Новогодние праздники прошли, но высокий спрос на елки остался. Красноярец украл новогоднюю красавицу из подъезда многоквартирного дома. Это произошло в доме номер 9А на Ярыгинской набережной. Инцидент сняла камера видеонаблюдения. На кадрах заметно, как двое юношей заходят в лифт. Один из них надевает противогаз. Молодые люди поднимаются на нужный этаж и выходят. Спустя какое-то время в лифт заходит только молодой человек в противогазе. Он возвращается на первый этаж, осматривается после чего. Хватает новогоднюю елку и выбегает из подъезда. Пользователи соцсети активно обсуждали эту новость, а жители дома и вовсе прозвали похитителя Гринчем. Это сказочный персонаж, который портит новогоднее настроение всем вокруг. Сейчас новогодняя красавица стоит на своем месте. Снова после резонанса юноша вернул дерево обратно в подъезд. Под елкой оставил записку, где извинился за свои действия. И признался, что в тот день перебрал с алкоголем. Также молодой человек отметил, что готов купить новые елочные игрушки за свой счет. Но не все заканчивается так радушно. Больше недели в Красноярске ищут собаку, которая пропала в начале новогодних праздников. 1 января самая по кличке Молли испугалась праздничных фейерверков и выбежала из подъезда в Черемушках. Как рассказывает очевидца, она направилась в сторону Лысой горы. 2 января ее видели на улице Воронова. А 4 числа Молли заметили за 6,5 километров от дома. Хозяйка Молли Янна ищет своего питомца уже девятые сутки. Женщина объявила вознаграждение для того, кто найдет любимую собаку. Уважаемая просьба, если кто-то видел собаку Молли, самоед, просьба вернуть ее домой. Мы ее очень ждем, очень любим. Потерялась она 1 января за вознаграждение. В день пропажи на белом самоеде Молли был красный ошейник и того же цвета поводок. Если вы видели питомца или владеете какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщите по телефону, который вы сейчас видите на экране. Красноярск вошел в топ-10 городов с самым выгодным жильем, а в правительстве утвердили календарь выходных дней на 2022 год. Подробнее обо всем расскажем в рубрике «Новости коротко». Красноярск вошел в топ-10 городов, где можно выгодно купить жилье в 2022 году. Эксперты отмечают, что цены на квартиры в нашем городе постепенно растут, что в будущем может оказаться успешной инвестицией. По данным ЦИАН, за последний год квадратный метр жилья на вторичном рынке в Красноярске подорожал на 25%, и сейчас составляет 88 тысяч рублей. Еще больше выросла цена на жилплощадь в новостройках на 35%. Выше Красноярска в топе расположились Калининград, Самара, Екатеринбург, Тюмень и города на Черноморском побережье. В правительстве России утвердили календарь выходных дней на 2022 год. Так, в марте Рессия не будут отдыхать с 6 по 8 число. Субботу 5 марта сделали рабочий. Сам выходной перенесли на 7 число в понедельник. Кроме того, выходными сделали дни с 1 по 3 и 7 по 10 мая. Узнать подробный календарь праздничных дней можно на сайте ТВК. Сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране, и переходите по ссылке на отдельный материал. На пешеходном мосту Арфа появится дополнительная иллюминация. Новая подсветка виадука около БКЗ будет дополнять уже имеющийся ансамбль в центре города. Сам переход открыли в канун Нового года. Он соединяет площадь мира с набережной и музейным центром. Точных дат, когда же появится иллюминация, в мэрии не назвали. Однако заверили, что это произойдет в ближайшее время. Каждый из нас надеется, что он и его близкие будут жить долго и счастливо. И проблемы тяжелого заболевания и инвалидности его не коснутся. Однако жизнь иногда преподносит совершенно неожиданные сюрпризы. Это одна из подопечных фонда «Феникс», возглавляемого Татьяной Станкевич. Если бы когда-то Татьяне Львовне сказали, что она будет заниматься профессиональной благотворительностью, она бы наверняка покрутила пальцем у виска. Успешная, обожаемая учениками, преподавательница истории, она проработала в школе 12 лет. Но наступили пылающие 90-е. Зарплату выдавали в лучшем случае макаронами и сахаром. А она развелась с мужем и осталась с маленькой дочкой на руках. Об амбициях Макаренко пришлось забыть. Учительница Станкевич ушла торговать цветами. Мне иногда стыдно, что я отказалась от своего призвания. Наверное, если бы не эта ситуация, я бы никогда со школы не ушла, потому что я любила. Я туда шла осознанно, на самом деле. Мне нравился мой предмет, мне нравилось работать с детьми. Ну, так сложились обстоятельства, зато мой ребенок был накормлен. У него были фрукты зимой. То есть, да, мы стояли, были первые павильоны. На земле абсолютно поставлены такие на льду, практически мы промерзали. С продавцами. Ну, каждый день я получала какую-то зарплату. Был способ выжить. Потом были и другие работы. Но образование Феникса – это, по большому счету, благодаря мамочке Инея Александровне. Цветущей энергичной женщине когда-то был поставлен неутешительный диагноз – рассеянный склероз. С каждым годом она увидала на глазах, пока совсем не смогла ходить. У меня была ситуация, когда я точно думала, что я наложен в себя руки. Дочь заканчивает школу, мама тяжело болеет, болезнь прогрессирует, мы ничего не можем сделать. То есть, как бы, несмотря на то, что мы возили ее, куда мы только не возили лечиться, ну, так вот получилось. Сначала фонд занимался просто сбором вещей, продуктов для нуждающихся. Но потом Татьяна, как человек, прошедший весь этот ад, поняла, что продукты – это самое малое и, по большому счету, не столь существенное, что нужно для семьи, где находится тяжело больной человек. Я, как слепой щенок, тыкалась туда-сюда, в соцзащиту, чтобы нам соцработника дали. Я понимаю, что вот любой человек, который получает больного из стационара под палеоативный уход, больного, который теперь будет прикован в кровати, ну, у него волосы дымные, он не знает, что делать. Вот это вот самое страшное. Должна быть какая-то маршрутизация, нужно подсказать, что-то сделать. У нас это вообще в то время было, ну, тихий лес. И я сначала делилась опытом. А еще есть уход. Просто сменить памперсы, вымыть. Этим занимаются в фонде уже 200 волонтеров, в том числе мужчины. Элементарно помыть ванной тяжелого по весу человека женщина просто не может физически. Работают связки с медиками и отделениями соцзащиты. Не все волонтеры выдерживают эмоциональной нагрузки. Часто доказано врачами, что человек даже в коме, он слышит, что-то чувствует. И когда вокруг него там родственники уже начинают делить имущество, ну, и все остальное, пока он еще живой, он просто в коме. Это тоже некорректное поведение, да. И я не знаю, мы с девчонками, у меня психолог очень четко отслеживает. Если мы видим, что человек, нервные нотки появляются, он говорит, Таня, пока убираем, пусть на складе поработает, давай сюда заменим. Саму Татьяну Станкевич от эмоционального выгорания спасает семья. Супруг, дочка, внучка, ну и два кота с собакой. Первого четвероногого друга она завела, когда, казалось, жизнь совсем летит под откос. Когда мне было плохо, я думаю, я сейчас зайду в воду и не выйду. Тут были вот такие вот ситуации. Потом думаю, а его куда девать? Заведите именно собаку. Ну, потому что собака – это то существо, которое будет с вами в любую минуту, да. Ей не важны деньги, статус. Собака не просит добавку к зарплате. Она работает так, как она умеет. Уход за больными с невозвратными диагнозами – это еще невероятно затратно материально. Основной источник существования – гранты, но и пожертвования. И тут есть нюанс. Как показывает практика, охотно люди отдают деньги на больных детей. Их потому что, конечно, жалко всегда до слез. И на собачек, например, тоже жертвуют. А вот с тяжело больными взрослыми тут все гораздо сложнее. Станкевич иногда упрекают. Например, зачем вы делаете маникюр женщинам, если они все равно не выходят из дома? А потому что мы – не ритуальные услуги, отвечает она. Еще вопрос, что важнее – услышать счастливый крик новорожденного или избавить от крика ужаса взрослого, уходящего в мир иной. Мы живем в мире, где больных будет больше и больше. Жизнь наша стала дольше, а болезни молодеют. Раньше не слышали про деменцию, теперь у нас плуше рядом, у людей после 60. Инфаркт, я не знаю, куча других заболеваний. Не больно – это медики. А вот не стыдно, не одиноко, не страшно – это вот мы. Перед Новым годом фонд «Феникс» разносил подарки абсолютно всем своим подопечным. Одна из них – ветеран журналистики, когда-то блиставшая на телевидении, а теперь одинокая и тяжелобольная Людмила Титова. Приход ребят из «Феникса» для нее каждый раз праздник, и подарки тут вовсе ни при чем. Каждое прикосновение ваших добрых, нежных рук дает новые секунды жизни. Слова, как шорохи ночные, срываются с горящих губ. А командиры все хрипли, когда командовал людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Наталья Кичина, Николай Чистяков, Новости ТВК. На сегодня это все новости. Если вы пропустили или не сначала смотрели этот выпуск, то можете увидеть его на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. И помните, ТВК – это не только ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин